Четыре года шестой созыв Сухумского городского собрания старался решать проблемы города и своих избирателей, отметил на итоговой пресс-конференции председатель горсобрания Дмитрий Маршани. По его словам, закон о местном самоуправлении не предусматривает большого количества полномочий, но несмотря на это народные избранники пытались удовлетворить запросы населения столицы и внедрить ряд изменений в работу органов местного самоуправления. К сожалению, не все инициативы мы воплотили в жизнь, но инициатив было на самом деле очень много. Они касались и поправок в закон об административных территориальных единицах, они касались и местного референдума, они касались многих вещей, которые влияют на жизнь нашего города. Лично, что меня побудило, я вырос в городе, хотел там внести какую-то свою лепту в наш город, хотел что-то изменить, но с такими мыслями шел. Депутат Астамур Кутарба выразил надежду на то, что новый созыв продолжит работу предыдущего, отметив, что ряд важных инициатив необходимо реализовать. Надеюсь, что следующий созыв собрания, наше начинание в некоторых вопросах продолжит, в том числе и расширение полномочий депутатов собрания. Надеюсь, что в будущем мы будем главу администрации выбирать, потому что это очень важно. И когда мы этот вопрос поднимали, поддержка общества была на высоком уровне. Мы готовы были за несколько недель собрать необходимое количество подписей для того, чтобы организовать референдум. У нас было решение, которое затем президент отменил, ссылаясь на то, что оно незаконное. Но мы имеем на это право, и это прописано в законе. Все вопросы местного характера мы можем поднимать. А этот вопрос волновал ту критическую массу, которую мы могли собрать в качестве подписи. Единственная девушка-депутат шестого созыва Сухумского горсобрания Инна Кварти отмечает, что представительниц прекрасной половины человечества в различных ведомствах и ветвях власти должно быть больше. Очень хотелось бы, чтобы больше женщин, девушек участвовали в работе города, и не только города, и во всех структурах. Но если быть откровенной, есть какие-то успехи. Есть вопросы, которые также остались без удовлетворения в силу различных причин. Вы знаете, на долю нашего созыва пришлось три мэра новых, три главы, выборы, стихийные бедствия, пандемия. Все это не могло не сказаться на нашей работе. И то, что мы планировали, те вопросы, которые требовали каких-то финансовых затрат, они, к сожалению, некоторые остались без удовлетворения. Обращаясь к будущим депутатам, Астамур Кутарба отметил, что искать здесь привилегии не стоит, работать придется много, и на все проекты и заявки горожан найдутся финансовые средства. Вот с тем желанием что-то изменить, каждый из них придет сюда, чтобы это желание у них не исчерпалось никогда, и чтобы они всегда достигали своих целей и делали все во благо своего города и своих граждан, которые за них голосовали. И когда пройдет их срок, чтобы у них было личное удовлетворение, что они услышали каждого своего гражданина, который к ним обратился. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Абхазии 11 апреля. Анастасия Никонавара, Мукамке, Абаза ТВ.